Прямиком из Нью-Йоркской тюрьмы на подиум провокационный танец ВОК набирает популярность. Стиль постепенно стал проникать в массы и танцевальную культуру не только Соединенных Штатов, но и Европы. Почему танцоры этого направления не ездят на соревнования и куда стоит пойти учиться, расскажет мой коллега Денис Саландин. Получается так, что если набрать ВОК в Калининграде в Инстаграме, то это я. Валерий Боровец в свои 18 уже преподает танцы. И не просто танцы, а ВОК. ВОК – это своего рода эмоциональная игра, базирующаяся на модельных позах и подиумной походке. Отличительные особенности – быстрая техника движения руками, вычурная манерная походка, падение, вращение, обильное количество позировок. Танцоры этого стиля на соревнования не ездят, а не устраивают умопомрачительные балы, на которых и показывают, кто во что гораст. Для меня ВОК – это не просто танцы, для меня это направление, которое включает в себя как и дизайн, и моду, и даже театральное мастерство. ВОК как танец начинает свою историю в 70-х. Стиль появился в гарлингской тюрьме, расположенной в северной части Нью-Йоркского округа Манхэттен, где заключенные, афроамериканские и латиноамериканские трансвеститы развлекались, подражая позами моделей в фотографии журнала. Новый виток популярности этого направления танцев пришелся на 90-й год, после выхода клипа «Мадонны». Валера с детства занимался танцами – хип-хоп, латино, современные. Но однажды в любимом шоу «Танцы» он увидел, как искусно упал танцор, и тут что-то произошло. Он сказал «хочу так же» и уже пять лет занимается профессионально. Чтобы попасть ко мне на курсы, нужно просто либо любить себя, либо если вы чувствуете неуверенность, то это отличная возможность почувствовать свое тело, приобрести уверенность к себе и развиться как в танцевальной, так и в модной индустрии. Помимо танцев, своим ученикам Валерий прививает чувство стиля и помогает изменить жизнь. У меня была девочка, которая была неуверена в себе из-за буллинга, из-за своего внешнего вида. И всегда на занятиях она смотрела в пол и не могла принять себя. Но спустя года нашей с ней совместной работы танцем, то она научилась любить себя, и уже у нас нету этих проблем. И спокойно смотрит и воспринимает себя как царицу. Многие зрители Первого городского также помнят Валеру как одного из самых эпатажных участников реалити-шоу «Я топ-модель» на Первом городском. Именно на кастинге молодой человек покорил судей своим эпатажным танцем. Денис Соландин, Александр Каптур, Служба новостей, город.